как вы относитесь кофе без сахара у меня какого-то своего отношения нет кофе я понимаю что это их активная субстанция единственный разрешенный в россии психостимулятор от него возникает зависимость сильнее чем даже к некоторым медикаментам люди злоупотребляют кофе потому что у них хроническая усталость и надо постоянно работать себя стягать это не мое отношение это факты кофеин большинству людей в популяции ухудшает качество сна поэтому не стоит принимать кофе за 8 часов до сна что еще кофеин приводит к обезвоживанию дегидратации поэтому потери минералов и поэтому она добавлять кофеин соль и кофеин часто употребление кофеина ухудшает память способность к обучению сморщивает так скажем гиппокамп который ответственен за обучение за кратковременную память за образование новых клеток за нейрогенез вот вот это не мое отношение кофе это факты я сам периодически кофе пью но это очень редко а я понимаю что в кофе мне интересен только кофеин как стимулятор поэтому я его периодически использую приободриться я принимаю что вот эти побочные эффекты есть потом если вы перепели кофе 20 чашек насыщенного хреново и плохо спали не могли уснуть причем тут кофе кофе вы знаете что он такой теперь вы знаете что он такой и объединить ничего вы принимаете последствий просто переживайте и дали вот а так про кофе у меня еще есть хорошая статейка немного уже статьи про кофе на самом деле я вам покажу ту часть которая в книге да у меня есть книга мир в человеке и здесь вот пожалуйста она вся лежит на сайте и где-то у меня тут так 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 нет нет в каком разделе у меня вот пожалуйста в разделе иллюзия свободы выбора есть или еще раньше на еще раньше вот нет ни воду короче а вот диагностика зависимости вирусы практика преодоления зависимости виды зависимости их причины клинические примеры преодоления зависимости подопечным вот целых несколько глав о зависимости том числе от кофеины там как раз тут про кофейное поведение тоже рассказываю пожалуйста зайдите почитать уже то что очень много информации контента мне проще человек какой-то направить лишь на спокойно почитает они каждый раз ты рассказывать контент уже начинает переполнять наши возможности с вами так рассказывали про кофе относится ли это к черному чаю там же тоже есть тинт по сути тот же кофеин и кофеин там тоже есть и зеленым тем более в черном поменьше это примерно та же все субстанция в современном мире употребление вот растительных набитков потеряла исходные смыслы которые были наработаны вот этим процессом эволюции то есть раньше были гербалисты знахари всякие травками лечили когда современные фармацевты таблетку дают а вот эти из прошлого фармацевты как раз это знахари травники всякие гербалисты это как раз те кто изучали растения терли их порошок в труху по сути они были такими древним фармацевтами давали людям всякие настои отвары и смотрели за свойствами потом делали вот так вот это значит повышает тонус это кладет сон это снимает кровотечение и так далее сейчас этот смысл исходный натуральный естественный он утерян люди просто пьют чай кофе от скуки не понимая что они употребляют медикамент эти штука в том что вот этом пациенту ой я так много таблеток не хочу принимать но при этом он курит пьет алкоголь и употребляет кофе и чаще курение никотин это медикаменты алкоголь это медикамент чай и кофе содержит тебе сотни экстрактов которые тоже медикаменты но таблетки мы принимать не хотим на такая транс поэтому я вам скажу вот эти че потеряли исходный смысл если вы ими просто балуетесь они употребляйтесь тем смыслом которым изначально закладывали вот эти люди в прошлом которых не было там возможности да у них не было антибиотиков и приходилось есть много специй чтобы там стимулировать секрецию и чтобы эти специи убивали паразитов и так далее сейчас этого у вас нету то же самое с чем если будете просто баловаться бессмысла будет только все что употребляется не по смыслу не по цели не по адресу всегда приносит какой-то вред долгосрочной перспективе поэтому все эти чаепития это лучше это бросить